Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы читаем вторую главу Евангелия от Матфея. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод-царь встревожился и весь Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Когда Иисус родился в Вифлееме, в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока. В Евангелии от Луки события описаны немножечко иначе, Иисуса приносят в храм и так далее. Иногда люди приходят в недоумение, как мы должны эти события вообще расставлять хронологически. Волхвы приходят в Вифлеем некоторое время спустя. Насколько мы можем понять, у них порядка двух лет заняло само путешествие. В то время путешествовать было долго, трудно и опасно. Мы привыкли к тому, что на картинах, которые изображают Рождество, и поклонение пастухов, которые описаны в Луке, и поклонение волхвов, оно происходит как будто одновременно. Для художников того времени было обычно помещать разновременные события на одну и ту же картину. Но на самом деле их разделяет порядка двух лет, поэтому тут у нас не должно быть никаких затруднений с хронологией. Волхвы — это мудрецы с Востока, и подробно не сказано, кто это были такие, из какой именно страны они пришли, но это очень важные фигуры, символические, поскольку они указывают на язычников, которые приходят поклониться Богу, на людей, которые не принадлежат к Божьему народу, на людей, которые имеют какие-то свои религиозные традиции, в чем-то своем они ищут спасения и мудрости, но эта мудрость приводит их к Иисусу Христу. И это указывает на глобальный характер спасительной миссии Иисуса. Для людей того времени мессия, то есть посланный Богом Спаситель, он должен прийти и спасти Израиль, он должен прийти и спасти ветхозаветный народ Божий от тех обид, тех притеснений, которые он терпит от римлян. То есть это такой достаточно национальный спаситель. Но мы видим здесь, что ему приходят поклониться люди, которые не принадлежат к народу Израиля. И уже здесь мы видим такие универсалистские притязания христианства, что Христос рождается не для какого-то конкретного одного народа, даже если это ветхозаветный избранный народ, но для всех людей вообще. И мы видим здесь, что мудрость, то доброе, мудрое и хорошее, что было у их язычников, оно приводит их к поклонению Иисусу Христу. То есть не значит, что там не было ничего хорошего. Нет, но то, что хорошего там было, все это приходит на поклонение Иисусу Христу, как отцы церкви, например, использовали для того, чтобы говорить о нашей вере, понятия, которые возникли в греческой философии. В этом нет ничего ужасного, поскольку все доброе, истинное, и спасительное было, имело своим источником Бога и должно вести к Иисусу Христу. Дальше говорится о реакции царя Ирода, услышав это. Ирод, царь, встревожился, весь Иерусалим с ним. Почему он, собственно, встревожился? Какое его тут несчастье? Вроде бы происходит нечто, безусловно, хорошее, безусловно, радостное. Рождается долгожданный мессия. Почему встревожился царь Ирод? Ирод не думает о мессии, Ирод не думает о божьих обетованиях, Ирод думает о сохранении своей власти. И сохранение власти Ирода предполагает, что он уничтожает всех, кто теоретически мог бы на эту власть покуситься. Вообще Ирод был человеком, и это мы знаем из ряда источников, был человеком проноидально подозрительным. И, в общем-то, у него были причины, поскольку в те времена просто получить кинжал в спину или чашу с ядом, это было очень просто. И любых соискателей на престол, которые могли попытаться его как-то сместить, о них нужно было позаботиться как можно раньше. Римский император как-то высказал даже такую язвительную шутку, что лучше быть свиньей Ирода, чем его сыном, после того, как Ирод убил собственного сына, заподозрив его в заговоре. Ну а свиней иудеи не едят, то и свинью бы он резать не стал. И вот он встревожился, он не думает о пророчествах, он не думает о том, является ли это все проявлением божьего замысла, он думает о своей власти. И он призывает перед священниками и книжников народных, спрашивает у них, где должно родиться Христу. Опять-таки, его это интересует исключительно с точки зрения того, что вера других людей может побудить их принять этого мальчика как мессию. Они же сказали ему, в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудинах, ибо из тебя произойдет вождь, которую пасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и послав их Вифлеем, сказал, «Пойдите тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы мне пойти поклониться ему». Ирод пытается просто обмануть этих волхвов, естественно, не собирается поклоняться младенцу Иисусу, у него абсолютно политический взгляд на вещи. То есть его, собственно, религия, какие-то духовные чаяния, духовные ожидания народа его интересуют только с одной стороны. Как это отразится на его власти, как ему эту власть не утратить? Если бы мы могли спросить у Ирода напрямую, верит ли он в то, что это может быть обетованный Богом мессия, наверное, мы бы не получили ответа. Это вообще находится вне сферы его понятий. Он политик, он борется за власть теми средствами, которые в то время были и которые ему казались подходящими. Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Есть разные гипотезы о том, что это была звезда, некоторые полагают, что это было сочетание трех планет, некоторые говорят, что это был ангел, некоторые говорят, что это была сверхновая, но это, собственно, даже и не так важно. Так или иначе была звезда, которой они следовали. Бог, обладая властью над всем мирозданием, мог использовать для этого знамения все что угодно. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладан и смирну, и, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в землю свою. Они вошли в дом, увидели младенца с Марией, матерью его. Сцена поклонения волхвов, она очень популярна в изобразительном искусстве, есть выдающееся произведение искусства, на которых это изображено, и при том, что они отражают, конечно, и великое художественное искусство, и богочестие, в них все время есть один большой, если так сказать, недостаток, историческая неточность на всех этих изображениях, на всех этих картинах. Мария изображена как знатная женщина эпохи художника, она сидит на великолепном престоле, она обучена в царственные одеяния, вокруг нее стоит ангельская стража, и волхвы приходят и поклоняются этой великолепной женщине, которая сидит на престоле в великолепном одеянии. На самом деле, конечно, это было не так. Мария выглядела как простая бедная женщина с младенцем, и для того, чтобы поклониться ему, поклониться этому младенцу, нужна была вера, которую и проявляют волхвы. Они открыли сокровища свои и принесли ему дары, дары, которые они несли с собой, очевидно, золото, ладан и смерть, но каждый из этих даров имеет свое значение. Золото приносят как дар царю. Налоги царю платят золотом, вот принесли золото как дар царю. Ладан используется при богослужении, ладан воскуряют Богу. Ладан использовали при богослужении в храме, и, соответственно, ладан указывает на божество Христа. Смирна – это состав, который используется при погребении, и смирна указывает на то, что Христу предстоит умереть. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошлись, и ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и мать его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его, и ночью пошел в Египет, и был там до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта возвал я сына моего». И мы видим здесь, как в каком поразительном смирении происходит Бога воплощение. Этот младенец на руках у Марии – это Бог. И он приходит, он становится человеком, не в царском дворце, он мог бы стать где-нибудь там, в семье императора родиться, но он рождается в бедной простой семье, и он сразу же сталкивается со всеми уродливыми последствиями человеческого греха, когда его пытаются убить еще до того, как он что бы то ни было сделал. Он беспомощный младенец на руках у матери, и его уже пытаются убить. И что происходит? У языческих божеств было бы более-менее понятно, как бы развивались события, явились бы могущественные ангелы, и, конечно бы, злодеи пожалели бы о том, что они на такое решились. Но здесь мы видим, как Иосиф бежит с Марией и младенцем в Египет. Это поразительное отличие Господа Иисуса от всех богов и божеств, которых мы встречаем в языческих мифологиях. Это то, что поражало в свое время язычников, потому что боги языческих мифологий — это мечта человека о самом себе. И боги языческих мифологий, они могущественные, они счастливые, они не подвержены никаким бедам, и, конечно же, их никто не может преследовать. Они воплощают такое представление, ну, если бы мы использовали современные термины, они такие супермены. Они могучие и сильные. Они представляют собой как бы проекцию человеческой аристократии на Олимп, на небеса, на место обитания богов. Потому что бедный человек, который находится в страхе, он ищет покровительство у тех или иных воинственных аристократов. Вот есть какой-то воинственный такой человек, который может оказать мне покровительство, если я буду оказывать ему почтение и приносить ему дару. И он меня защитит. И я хочу, конечно, чтобы этот человек был сильным, смелым и воинственным, чтобы он был в состоянии за меня заступиться. И поэтому языческие божества, они носят такой достаточно воинственный характер. Иногда это доходит до какого-то жуткого, совершенно гротеска, когда мы можем, например, посмотреть на индийскую богиню Кали, которая увешана оружием, увешана черепами своих врагов, танцует на трупе поверженного какого-то там нехорошего демона. У нее куча рук в каждой руке зажата, то ли иное смертоносное оружие. И иногда люди просто недоумевают, глядя со стороны, как люди могли прийти к поклонению такому свирепому и отвратительному божеству. На самом деле дело в том, что люди искали кого-то, кто их защитит, кого-то, кто станет между ними и их страхами. И для язычников достаточно очевидно изображать божеств таких вот пугающих, страшных, которые уже нагонят страха на их врагов. И мы видим, что Иисус выглядит совершенно по-другому. Он противоположен человеческим ожиданиям. Он младенец, и младенец, которого хотят убить, младенец, которого приходится срочно эвакуировать, чтобы его не убили. И вот Иосиф получает откровение, и он сразу вскакивает и бежит. Он не входит в рассуждение о том, да как так вообще может быть? Если это сын Божий, то что с ним может произойти? Нет, он подчиняется Богу, он встает и берет младенца и матери его, и ночью идет в Египет. Это происходит резко, это происходит внезапно, у него нет времени долго раскачиваться. В Египте было много иудейских общин, то есть все-таки идет не в абсолютно чужую страну, но, конечно же, это большое испытание, предпринимая такое длинное путешествие. Но Господь Иисус оказывается гонимым и преследуемым с самого момента своего появления на свет. Тогда Ирод, увидев себя смеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме, и во всех пределах его от двух лет и ниже, по времени, которое он выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Еремею, который говорит «Глаз в раме слышен, плачь и рыдание вопли великие, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Ирод увидел, что волхвы не возвращаются, чтобы ему передать всю эту информацию, и он разгневался, послал перебить всех младенцев в Вифлееме. Иногда люди приходят в недоумении, говорят, что там то ли 10, то ли 100 тысяч младенцев было перебито по разным источникам. Конечно, говорить о тысячах – это сильное-сильное преувеличение, но вполне вероятно, что несколько десятков невинных жертв там было. И хотя мы не имеем сообщений из каких-то вне библейских источников об этом избиении младенцев, мы можем не сомневаться в том, что это было абсолютно в характере Ирода. Все источники, которые у нас есть, говорят об Ироде как о крайне подозрительном и жестоком человеке. «По смерти же Ирода си ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит, встань, возьми младенца и мать его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца. Он встал, взял младенца и мать его и пошел в землю Израилеву». Искать души — это пытаться кого-то убить. Такой библейский оборот, он появляется уже в Ветхом Завете. То есть искать души — именно пытаться убить кого-то. И вот он возвращается в землю Израилеву, услышав же, что Архивай, царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да будет среченное через пророков, что он Назареем наречется. Мы видим здесь, что Иосиф проявляет определенное благоразумие для того, чтобы не подвергаться опасности, не подвергать младенца опасности, но мы видим также, что он находится в опасности, он вынужден принимать меры к тому, чтобы он, к тому, чтобы младенец, к тому, чтобы Мария просто не была убита. Когда Господь входит в мир, Он разделяет с нами все тяготы нашей жизни. Христос солидаризируется с теми, кто подвергается различным обидам и притеснениям. Мы с вами читали вторую главу Евангелия от Матвея на библейском портале Экзегет.